Отличного утра всем, кто пробудился в эфире РБК Пермь, я Александр Губин. В ближайший час мы подарим вам правильный настрой на последний день рабочей недели. В Перми названы самые популярные и наиболее редкие имена для новорожденных. Познакомившись со списком, можно сделать вывод, что пермики стали более креативны. Редкие имена среди мальчиков. Итан, Самсон, Марс, Теодор, Авраам и Ратибор. И это только начало списка. Среди девичьих имен Беатриса, Клементина, Женевьева, Юнона, Заряна и Лучияра. Очень интересно узнать отчества, которые следуют после необычных имен. Это здорово, что пермики не боятся нарушать устоявшиеся традиции и называют своих детей непопулярными именами. Среди популярных имен уже несколько лет лидируют Александр, Артем, Анастасия и Анна. Вспомните, сколько у вас знакомых с таким именем. А теперь вспомните, например, знакомого Теодора. Скорее всего, он у вас один и на всю жизнь. А сейчас перейдем к свежим новостям Прикамья, с которыми нас познакомит Анна Кривч-Фалуши. О главных событиях новостной повестки далее. В студии РБК Аперма Анна Кривч-Фалуши. Доброе утро. Муниципалитетам Прикамья выплатят компенсацию из-за пандемии, а также наделят правом самостоятельно регулировать вопросы борьбы с борщевиком Сосновского. Тему поддержки территории региона обсудили на минувшем пленарном заседании депутаты законодательного собрания. О принятых решениях народных избранников в следующем материале. Муниципалитетам Прикамья выплатят компенсацию из-за пандемии коронавируса. Депутаты Краевого парламента во втором чтении приняли законопроект, который в следующем году приостанавливает действие дотации на стимулирование роста доходов муниципалитетов. Планируется, что взамен территории выплатят компенсацию выпадающих доходов в связи со сложившейся экономической ситуацией. Еще одна тема минувшего заседания касается детей. Поле 7 тысяч ребят до трех лет в начале этого года не были обеспечены местами в детских садах Прикамья. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка в крае Светлана Денисова. В основном речь касается краевой столицы и Пермского муниципального района. По словам детского омбудсмена, проблемы наличия мест в дошкольных учреждениях. Одни из частых жалоб в адресу полномоченного. Всего же в прошлом году их поступило более двух тысяч. Для решения некоторых полномочный озвучила конкретные предложения. Вы предлагаете запретить игры детей с имитацией оружия? Правильно понимаю? Ну не совсем запретить, но свести к минимуму. Особенно в лагерях. Я говорила про детские загородные лагеря. Потому что у нас есть обращения и жалобы, травматизм повышенный при этих играх. Ну и потом это моя личная точка зрения, зачем мы в руки детям даем оружие. Также в первом чтении принят законопроект, направленный на борьбу с борщевиком Сосновского. По мнению разработчиков, проекта «Сегодня сорняк» является серьезной угрозой для здоровья человека и сельскохозяйственных животных. Документ наделяет право муниципальное образование самостоятельно регулировать вопрос борьбы с сорняком. Засорение борщевиком на территории региона составляет больше 55 тысяч гектаров. А без борьбы с ним через пять лет площадь распространения может составить уже 90 тысяч гектаров земель. Еще одно решение депутатов парламента – величина прожиточного минимума пенсионера в следующем году составит 9124 рубля. По сравнению с прошлым годом размер социальной доплаты к пенсии составил порядка 400 рублей. Отметим всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума, устанавливается социальная доплата к пенсии. Данный вид помощи позволяет довести общий уровень материального обеспечения пожилых людей до величины прожиточного минимума пенсионера. Доплата будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Более 50 индивидуальных предпринимателей и юрлиц при Каме претендует на получение федерального гранта в тревел-бизнесе. Федеральное агентство по туризму запустило конкурс на получение грантовой поддержки в сфере внутреннего и въездного туризма. Максимальная сумма на реализацию одного проекта составляет 3 миллиона рублей. По словам организаторов, по предварительным заявкам одним из самых популярных запросов стало приобретение глэмпингов и экодомов. Подобные временные сооружения могут использоваться в тех видах туризма, которые стали визитной карточкой края в активном, экологическом и событийном. Отметим, документы на получение грантовой поддержки принимаются до 8 октября на сайте Федерального агентства по туризму. Победители конкурса будут объявлены до 5 ноября. МТС и Нокия запустили первую в Прикаме выделенную сеть 5G Ready на ОДК Пермские моторы. Реализация этого проекта позволит ускорить развитие цифровой экономики региона. Подробнее об инновациях на производственной площадке в материале Евгении Караксиной. Большие производственные площадки нуждаются в цифровизации. Аналитики Research and Markets отмечают, что рынок частных ЛТЕ сетей – одно из перспективных технологических направлений. Темпы роста в мире до 2027 года составят почти 13%, а рынок превысит 7,5 миллиардов долларов. Прикамские предприятия в числе первых в России знакомятся с работой выделенной сети ЛТЕ. Пилотный проект на пермских моторах объединяет все элементы IT-инфраструктуры в закрытый контур. Так обеспечена стабильность, повышенная надежность и информационная безопасность предприятия. При необходимости, говорят в МТС, сеть может быть оперативно масштабирована до стандарта 5G. Пилот развернут на оборудование Нокия. Эта база позволит внедрять и масштабировать актуальные для производства инновационные разработки, отмечают в МТС. Это очень значимый и важный проект для всего Пермского края, для всех предприятий Пермского края, потому что открывает действительно большие возможности для того, чтобы реализовать те важные инновационные цифровые проекты, которые там ранее не позволяли этого делать. Это ускорение всех автоматизированных процессов, это роботизация промышленного производства. На пермских моторах отмечают, что по сравнению с другими технологиями Wi-Fi или кабелем, промышленные сети ЛТЕ безопаснее и потребуют меньших затрат. Технологии, которые мы сейчас используем, они даже не столько должны быть скоростными, сколько защищенными. Вот тот проект, который мы сейчас делаем вместе с компанией МТС, он позволяет нам понять, что беспроводные технологии могут быть защищенными. Это очень важно для нас, потому что это значительное удешевление вообще подключения. С опытом ОДК «Пермские моторы» познакомили специалисты производства из Перми, Березняков и Губахи. Они посмотрели, как технология работает в сложных архитектурных условиях, изучили возможности ее внедрения на своих площадках. Обвязывание технологических площадок, больших площадей, открытых площадей, где нет возможности протянуть оптоволоконные кабели и поставить какие-то еще Wi-Fi точки, их нужно закрывать вот такими решениями. Мы именно с этой стороны интересуемся. Это решение будет использоваться, возможно, потенциально в будущем, как платформа для различных сервисов, как технологических, например, сбор данных с технологических устройств. С помощью этой технологии упрощаются эти решения. Проект на «Пермских моторах» реализован в рамках соглашения МТС и правительства региона о развитии цифровой экономики края. Ключевыми направлениями станут зоны 5G, проект умного города, а также развитие сети мобильной и фиксированной связи. На это МТС направят более полутора миллиардов рублей. Музей современного искусства «Пермем» закрывает сезон трех своих выставок. В последние дни инсталляции в пятницу, субботу, воскресенье подготовлены специальные программы, экскурсий и встреч. Кроме того, музей приготовил специальные события – научпоп-истории, персональные экскурсии и опен-эр-прогулки. И еще немного о погоде. Сегодня в Перми, согласно прогнозам синоптиков, будет солнечно. Столбики термометров продержатся на отметке плюс 13 градусов. Ветер северо-восточный – до 3 метров в секунду. Ночью вновь похолодает до плюс 8 градусов. Пока это все. Еще больше новостей на нашем сайте и в наших группах в соцсетях. Продуктивного вам дня. Увидимся. Сейчас мы прервемся на несколько минут, а далее покажем вам, как можно сделать пробуждение еще приятнее. При помощи физической активности и вкусного завтрака. Не уходите далеко. Это «Отличное утро» на РБК Пермь. Программа, которая поможет вам настроиться на отличный день. Уверен, каждый хоть раз в жизни чувствовал тяжесть в ногах. А кого-то это состояние преследует ежедневно. Согласитесь, оно неприятное. В нашей рубрике «Кроссфит» мы показываем, как можно приносить пользу своему организму во время рабочего дня. Главное, не забывайте хотя бы несколько раз в день повторять упражнения, которые вы увидели. Доброе утро, друзья! Лена Лобанова, фитнес-инструктор. И мы с вами сегодня разберем упражнения на работу нижней части вашего тела. Будем укреплять мышцы кора, будем укреплять мышцы ягодиц, бедер. И также проработаем суставы – тазобедренный, колени и голеностоп. Приступим! Вы можете это делать так же, как и на рабочем месте, так и дома. Допустим, на рабочем месте у вас есть стул, на который вы можете опираться. Если вы на каблуках, то я рекомендую снять каблуки. Это можно выполнять и босиком, либо в любой удобной обуви. Вы опираетесь на правую ногу и начинаете прорабатывать тазобедренный левый сустав. С небольшой амплитудой начинаем прорабатывать в сторону раскрытия. Стопа ваша затянута на себя. Выполняем 5-10 раз. Разогрели, встряхнули ногу. То же самое на другой тазобедренный сустав. Ноги встряхнули. Поехали колени разогревать. Опорное колено согнутое. И начинаю работать на левое колено. Выполняю разгибание. И увожу ногу назад. То же самое на другую ногу. Смягчаю опорную, вытягиваю вперед, увожу назад. Вытягиваю вперед, увожу назад. Поехали голеностоп. Разогрели, покрутили. В одну сторону, в другую. Стряхнули. Разогрели другой голеностоп. Вот 5-10 повторений. Стряхнули. И вы начинаете делать выпады в движении назад, чередуя ноги. Делайте неглубокие повторения. И с каждым разом увеличиваете амплитуды. Обратите внимание, что спина прямая. И что вы толкаетесь стопой. Не уводите колено сильно вперед. Пятку не отрывайте. Тоже не отрывайте. Старайтесь вытянуться. И толкнуться за счет опорной ноги. И теперь будем делать отведение ног назад. Опираюсь на стул. Колени смягчаю. Правая опорная. Левой ногой работаю. Назад. Чувствуя, как вы поднимаете ногу за счет ягодичной мышцы. То же самое чуть в диагональ. Работали и тоже чувствуете, как вы поднимаете за счет ягодичной мышцы. И то же самое параллельно полу. Стопа затянута на себя и чуть вниз. Правая начала работать. То же самое. 10 повторений назад. Обратите внимание, что живот сильно подтянут. Спина прямая. 10 повторений в диагональ. И 10 повторений параллельно полу. Опустили ноги. Встряхнули. И можете добавить буквально 10 приседаний классических широкой постановкой ног. Можете опираться также на стул, если вам тяжело. Первый раз делать какие-то приседания. Надо расслабить мышцы спины, потому что после выпадов и приседаний устает спинка. Облокачиваясь на стол и расслабляю мышцы спины. Медленно снизу вытягиваю за счет мышц живота. Вырастаю наверх. Раскрываю грудной отдел. Таким образом, друзья, мы с вами проработали тазобедренный сустав, колени, голеностоп, укрепили ягодицы, бедра и расслабили мышцы спины. С вами была Лена Лобанова. Доброе утро. Держать организм в тонусе необходимо в любое время года. Не важно, какая погода за окном. Отказываться от активности не стоит. Для того, чтобы сделать вашу жизнь проще, на помощь приходит множество современных решений. Например, велотренажеры. При их упоминании в голове появляются ассоциации с громоздким устройством, который занимает много места и в основном выполняет функцию вешалки. Но время идет, технологии меняются, возможности для того, чтобы следить за своим здоровьем, становятся больше. В нашей рубрике «Медицина 4.0» мы расскажем о новом поколении велотренажеров. Езда на велосипеде – любимое занятие для многих пермяков. Но, к сожалению, для большинства это увлечение сезонно. Крутить педали, когда идет дождь или падает снег – не очень комфортно. Но пользу, которую приносит велосипед для здоровья, переоценить невозможно. Тонус для мышц, кардиотренировка, снятие стресса – это лишь малый список пользы. И, конечно, отказываться от такой тренировки не хочется, да и не придется. Несмотря на внешние факторы, любимым спортом можно заниматься дома. Современные проблемы требуют современных решений. Велотренажер «Ямагучи» – компактный и эргономичный. Он поможет привить вам важную и полезную привычку тренироваться на регулярной основе. А это главное правило на пути к поставленным целям – преображению и здоровью. Японские разработки, передовые технологии и современный дизайн. Это микс, который создает новую эпоху фитнес-тренажеров. Велотренажер «Ямагучи» очень быстро собирается. Он компактен, и вы можете спрятать его в любое место в вашей квартире. Также очень важно то, что вы можете взять его куда угодно, например, за город. А главное – велотренажер подойдет людям с разным уровнем подготовки. Даже ребенок справится с его управлением. Есть 8 программ для разных целей. Тренировка на похудение, на укрепление сердечно-сосудистой системы и на рост мышечной массы ног. Укрепляя свое здоровье, можно параллельно заниматься своими делами. Например, смотреть любимый фильм. Тренировка на велотренажере станет для вас не только полезной, но и приятной. Легкое сдвижение механизма, плавность хода педалей создает ощущение настоящей велопрогулки. Пришло время поговорить о том, что может поднять настроение с самого утра. Речь о завтраке. Сегодня Александр Исупов покажет рецепт блюда, которое с детства знакомо каждому. Некая классика к кулинарии, но в оригинальном исполнении. Приятного аппетита! Доброе утро! С вами Александр Исупов. И сегодня мы приготовим замечательные раники со слабосоленой семгой и горчичным соусом. Начнем? Ставим в сковородку пока. Тихонько греться. Так, для этого нам потребуется картофель, чищенный, 200 грамм. Натрем его на мелкой терке. Так, теперь обязательно посолим, чтобы картошка дала быстрее сок. Потому что лишний сок мы отожмем. Можно отжимать через сито. Так тоже очень практично. Теперь добавим одно куриное яйцо. Немного черного битого перца. Тьмем чуть-чуть зелени по вкусу. Немножко лука-порей. Столовую ложечку растительного масла. Чуть-чуточку добавим. И полторы ложки пушеничной муки, присеянной. Так, отлично. И вмешиваем наше тесто. Так, сковородка у нас разогрелась. Масло. И вот так вот потоньше, чтобы у нас все быстро пожарилось. Распределяем получившуюся массу. Вот у меня будет три драника. И обжариваем их до золотистого колера. Пока только с одной стороны. А пока мы нарежем семгу. Вот такими вот тоненькими слайсиками. Теперь добавим немножко сливочного масла. Для соуса нам потребуются 22-процентные сливки. Примерно грамм 30. И острая сладкая горчица. Я использую пинцузку. Все, выключаем газ. Даем постоять 2-3 минутки и отдохнуть. Готовченько. Так. Даем соус. Кажется, мы берем какой-то. Добавим перец. Чуть-чуть попричневого масла. Пожалуйста, наши драники с семгой и горчичным соусом готовы. Приятного аппетита! Надеюсь, вы успели перекусить и сделать зарядку. Потому что сейчас мы перейдем к рубрике, которая будет полезна для всех людей, идущих к своей цели. Ее название «Правила жизни». Некий сборник мыслей и тезисов, которыми делятся наши гости. И эти мысли помогают им достигать результатов. Общая идея заключается в том, что нужно снижать уровень потребления, потребление ресурсов. То есть на бытовом уровне, на городском уровне, на уровне предприятий, на государственном уровне. Неважно. Нужно сокращать именно потребительские запросы. И начинать, конечно, это проще всего с бытовых вопросов. Что касается чистить зубы, выключать воду, не использовать многоразовую посуду, а не одноразовую. То есть начинать нужно именно с себя и смотреть, какое потребление, где можно его сократить, где можно использовать иные материалы, не те, которые негативно влияют на окружающую среду. Это связано и с транспортом, который ты используешь, и с едой, которой ты питаешься, и вещи, которые ты покупаешь. В общем, связано с образом жизни. Я не люблю, когда мне в глаза говорят неправду. И при этом я знаю, что они говорят неправду. Это самое такое неприятное ощущение. И действительно, ты же не понимаешь, как действовать. Если вот тебе только что сказали неправду в глаза, и ты должен как-то отнестись к этому, как-то с этим человеком еще взаимодействовать. Я, конечно, не пытаюсь доказать, что вы только что мне сказали неправду. Я это понимаю. Зачем мне это доказывать другому человеку? Я просто считаю, ну вот, значит, с этим человеком нужно взаимодействовать так, как он себя ведет. То есть, если он говорит неправду, ну, значит, его тезисы можно серьезно не воспринимать. Если говорить про личное общение, то я очень ценю, когда внимательно к людям относятся. Не только к себе, но и к окружающим. Это важно. Можно это назвать там доброта, еще как-нибудь назвать. Но это в личных взаимоотношениях очень ценю. Что касается людей, которые со мной продвигают идеи решения экологических разных проблем, то тут важна идейность. И не просто идейность, а нужно, чтобы человек, очень важно, чтобы человек понимал, как можно достичь тех вот идей, которые он выносит в общество, которые он продвигает. И с этими людьми приятно и полезно, в общем, взаимодействовать. Если мы не будем говорить о проблеме, то проблема никогда не будет решаться, ее даже замечать не будут. Сейчас вот эта задача, она и стоит у меня уже как у чиновников, доносить именно ценность природных территорий для других подразделений и администрации города и краевых, чтобы мы каждый раз не приходили в застройки какого-то очередного лесного участка, каким-то, может быть, даже социально значимым объектом. Всегда для этих объектов можно найти иную площадку. Для меня непозволительно перестраиваться и менять ту идею, которую я нес как общественник, как ученый. То есть она должна быть главной идеей оставаться, и я не должен там перестраиваться. Ага, то есть тут есть государственный, муниципальный интерес, и значит, ну, можно эту идею немного поставить на задний план. Нет, то есть вот эта идея, ради которой я стал тем, кем стал, ее нельзя менять, то есть недопустимо. Совсем скоро мы познакомимся с деловым гороскопом, узнаем, кому могут отказать трудоустройстве, и пробежимся по главной новостной сфотке наступившего утра. А сейчас ненадолго прервемся, не уходите далеко. Это отличное утро на РБК Перми, и самое время, чтобы узнать, что ждет сегодня в делах рабочих представителей всех знаков зодиака. Вашему вниманию деловой гороскоп. Овны. Сегодня ваша деловая активность принесет долгожданные результаты. Возможны успехи в профессиональной деятельности. Вас ждет многообещающий творческий проект, в реализации которого помогут новые знакомые. Тельцы. Сегодня вам придется пересмотреть многие свои взгляды и отказаться от привычных, но все-таки устаревших штампов и стереотипов. Многие ваши принципы останутся незыблемыми, а новый взгляд на некоторые вещи даст немало пищи для размышлений. Близнецы. Вам предстоит принимать важные решения и заниматься серьезными делами. При этом ни помощи, ни советов ждать не стоит. Рассчитывать придется только на собственные силы. Тем не менее, предоставится шанс реализовать какой-то смелый замысел. Раки. Вы почувствуете прилив жизненных сил и энергии, так что не откладывайте дела на потом. Умение качественно и быстро выполнять сложные задания поднимет ваш профессиональный авторитет в глазах начальства и коллег. Львы. Сегодня ваша деловая активность определенно принесет результаты. Однако это мало скажется на вашем финансовом положении. Всю полученную сегодня информацию вы сможете подвергнуть тщательному анализу и извлечь полезные сведения. Девы. Какие бы цели вы ни ставили перед собой, для того, чтобы достичь их, придется постараться. Возможны финансовые потери и необдуманные поступки, которые повлекут за собой серьезные расходы. Весы. Сегодня вам придется заниматься решением проблем, на которые вы долго закрывали глаза. Но во второй половине дня вас ожидают приятные новости и поездки, которые сложатся весьма хорошо. Скорпионы. Сегодня у вас значительно поправятся материальные дела, поэтому коммерческие предложения внимательно рассматривайте, но не оставляйте в стороне. Не рекомендуется принимать поспешных решений. Вы можете оказаться жертвой манипуляций. Стрельцы. День может принести немало испытаний. В первой половине дня вам будет легко обходить трудности, а вот позже сохранить позитивный настрой станет гораздо труднее. Но звезды обещают, что произойдет нечто, что вернет вам способность бесстрашно смотреть в будущее. Козероги. Вы сегодня добиваетесь успехов практически во всем, за что беретесь. Некоторые представители знака увлекутся тем, что раньше их абсолютно не интересовало. Звезды рекомендуют избавиться от предвзятого мнения и субъективных оценок. Водолеям же поступят интересные деловые предложения. Будет шанс заняться чем-то очень сложным, но столь же увлекательным, многообещающим и перспективным. Не исключено, что благодаря событиям этого дня вы вскоре сможете подняться по карьерной лестнице. Рыбы. Начало дня обещают быть многообещающим и интересным. Это время новых идей и смелых планов. Сегодня вам не страшны сложные задачи и вы с энтузиазмом беретесь за их решения. Однако все ваши таланты и способности реализуются только при условии готовности к конкретной работе. Прислушавшись к советам, можно избежать ошибок. Но помните, что все зависит от вас с обеих. Главное – стремиться к поставленным целям. А сейчас мы поговорим на тему, которая будет интересна всем. Потому что каждый хоть раз в жизни устраивался на работу. Максим Шихов расскажет об ограничениях при приеме на работу, которые предусмотрены трудовым законодательством. Помните, предупрежден вооружен. Здравствуйте. Меня зовут Максим Шихов. Я ведущий советник правового управления Государственного юридического бюро Пермского края. Сегодня мы с вами поговорим об ограничениях при приеме на работу, установленных трудовым законодательством. А теперь по порядку. В статье 64 Трудового кодекса запрещено устанавливать преимущества при заключении трудового договора в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами. Как указывает Верховный суд в своем постановлении Пленума от 17 марта 2004 года, номер 2 – деловые качества – это способность физического лица выполнять трудовую функцию с учетом имеющихся у него квалификационных качеств. Это личностное качество работника, это опыт работы и это уровень образования. Ограничение, не связанное с деловыми качествами, не допускается из-за исключения случаев, которые предусмотрены законом. Первое ограничение – это возраст. По общему правилу, согласно статье 63 Трудового кодекса Российской Федерации, заключение трудового договора допускается с лицами, достигшим возраста 16 лет. Также лица, получившие общее образование, а также оставившие общее образовательную организацию до получения и получающие образование сейчас, или отчисленные, но продолжающие получать общее образование, могут заключить трудовой договор для выполнения легкого труда по достижению возраста 15 лет. С письменного согласия одного из родителей или попечителей, или и органа опеки и попечительства, трудовой договор может быть заключен при достижении возраста 14 лет. Для выполнения, опять-таки, легкого труда, не причиняющего вреду его здоровью. В организациях кинематографии, театрах, театральных, концертных организациях, цирках, допускается с согласия одного из родителей или и органа опеки и попечительства по заключению трудового договора с лицами, не достигшим возраста 14 лет, для участия, соответственно, в представлениях, каких-то театральных экспонированиях и так далее. В этом случае трудовой договор подписывается законным представителем, родителем или опекуном. Итак, лица, не достигшие 18 лет, не допускаются к работе в ночное время, за исключением лиц, которые участвуют в художественных произведениях. К сверхурочной работе не допускаются лица, не достигшие 18 лет. К работе вахтовым методом не допускаются. К работе с вредными или опасными условиями труда на подземных работах, а также на работах, которые могут причинить вред их нравственному и физическому развитию. Также запрещается таким лицам, не достигшим 18 лет, переноска тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы. А также не может быть заключен трудовой договор с иностранным гражданином, а также гражданином без гражданства, опять-таки, не достигшим 18 лет. Следующее ограничение – это наличие беременности. То есть, временных женщинам не допускают к работе в ночное время. Соответственно, те заведения, которые работают ночью, могут отказывать беременную женщину в устройстве на работу именно по основанию беременности. И, кроме того, статьей 253 Трудового кодекса предусмотрено ограничение применения труда женщин на работах, опять-таки, с вредными и опасными условиями работы, на подземных работах, а также у них ограничения связаны с перемещением тяжести вручную, если эта тяжесть превышает восстановленную норму. Эти нормы можно посмотреть, в общем-то, в свободном доступе. Утро пятницы – всегда повод для радости. До выходных остается совсем немного времени. Досуг у каждого разный, но что его объединяет – это удовольствие, которое вы от него получаете. Предстоящие выходные принесут множество интересных событий, а мы расскажем о том, которое будет интересно для всех, кто мечтал о путешествиях во времени. 26-27 сентября в Архитектурно-этнографическом музее Хохловка состоится уже 13-й Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Большие маневры на Хохловских холмах». На этом фестивале вы можете принять участие в ремесленных мастерских, например, научиться плести кольчугу кольцами, посетить фольклорные концерты и выставки, и даже увидеть реконструкцию эпизода Великой Отечественной войны. Но все это выходные. А впереди вас ждет рабочий день. Сейчас мы познакомим вас с новостями при Камье. О главных событиях новостной повестки далее в студии РБК «Перьманна Кричфалушия». Доброе утро. Муниципалитетам при Камье выплатят компенсацию из-за пандемии, а также наделят правом самостоятельно регулировать вопросы борьбы с борщевиком Сосновского. Тему поддержки территории региона обсудили на минувшем пленарном заседании депутаты законодательного собрания. О принятых решениях народных избранников в следующем материале. Муниципалитетам при Камье выплатят компенсацию из-за пандемии коронавируса. Депутаты краевого парламента во втором чтении приняли законопроект, который в следующем году приостанавливает действие дотации на стимулирование роста доходов муниципалитетов. Планируется, что взамен территории выплатят компенсацию выпадающих доходов в связи со сложившейся экономической ситуацией. Еще одна тема минувшего заседания касается детей. Поле 7 тысяч ребят до 3 лет в начале этого года не были обеспечены местами в детских садах при Камье. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка в крае Светлана Денисова. В основном речь касается краевой столицы и Пермского муниципального района. По словам детского омбудсмена, проблемы наличия мест в дошкольных учреждениях – одни из частых жалоб в адресу полномоченного. Всего же в прошлом году их поступило более 2 тысяч. Для решения некоторых полномочный озвучила конкретные предложения. Вы предлагаете запретить игры детей с имитацией оружия. Правильно я понимаю? Ну, не совсем запретить, но свести к минимуму. Особенно в лагерях. Я говорила про детские загородные лагеря. Потому что у нас есть обращения и жалобы, травматизм повышенный при этих играх. Ну и потом, это моя личная точка зрения, зачем мы в руки детям даем оружие. Также в первом чтении принят законопроект, направленный на борьбу с борщевиком Сосновского. По мнению разработчиков, проекта «Сегодня сорняк» является серьезной угрозой для здоровья человека и сельскохозяйственных животных. Документ наделяет право муниципальное образование самостоятельно регулировать вопрос борьбы с сорняком. Засорение борщевиком на территории региона составляет больше 55 тысяч гектаров. А без борьбы с ним через 5 лет площадь распространения может составить уже 90 тысяч гектаров земель. Еще одно решение депутатов парламента – величина прожиточного минимума пенсионера в следующем году составит 9124 рубля. По сравнению с прошлым годом, размер социальной доплаты к пенсии составил порядка 400 рублей. Отметим всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума, устанавливается социальная доплата к пенсии. Данный вид помощи позволяет довести общий уровень материального обеспечения пожилых людей до величины прожиточного минимума пенсионера. Доплата будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. МТС и Нокия запустили первую в Прикаме выделенную сеть 5G Ready на ОДК «Пермские моторы». Реализация этого проекта позволит ускорить развитие цифровой экономики региона. Подробнее об инновациях на производственной площадке в материале Евгении Караксиной. Большие производственные площадки нуждаются в цифровизации. Аналитики Research and Markets отмечают, что рынок частных LTE-сетей – одно из перспективных технологических направлений. Темпы роста в мире до 2027 года составят почти 13%, а рынок превысит 7,5 миллиардов долларов. Прикамские предприятия в числе первых в России знакомятся с работой выделенной сети LTE. Пилотный проект на пермских моторах объединяет все элементы IT-инфраструктуры в закрытый контур. Так обеспечена стабильность, повышенная надежность и информационная безопасность предприятия. При необходимости, говорят в МТС, сеть может быть оперативно масштабирована до стандарта 5G. Пилот развернут на оборудование Nokia. Эта база позволит внедрять и масштабировать актуальные для производства инновационные разработки, отмечают в МТС. Это очень значимый и важный проект для всего Пермского края, для всех предприятий Пермского края. Потому что открывает действительно большие возможности для того, чтобы реализовать те важные инновационные цифровые проекты, которые там ранее не позволяли этого делать. Это ускорение всех автоматизированных процессов. Это роботизация промышленного производства. На пермских моторах отмечают, что по сравнению с другими технологиями Wi-Fi или кабелем, промышленные сети ЛТЕ безопаснее и потребуют меньших затрат. Технологии, которые мы сейчас используем, они даже не столько должны быть скоростными, сколько защищенными. Вот тот проект, который мы сейчас делаем вместе с компанией МТС, он позволяет нам понять, что беспроводные технологии могут быть защищенными. Это очень важно для нас, потому что это значительное удешевление вообще подключения. С опытом ОДК «Пермские моторы» познакомили специалисты производства из Перми, Березняков и Губахи. Они посмотрели, как технология работает в сложных архитектурных условиях, изучили возможности ее внедрения на своих площадках. Обвязывание технологических площадок, больших площадей, открытых площадей, где нет возможности протянуть оптоволоконные кабели и поставить какие-то еще Wi-Fi точки, их нужно закрывать вот такими решениями. Мы именно с этой стороны интересуемся. Это решение будет использоваться, возможно, потенциально в будущем, как платформа для различных сервисов, как технологических, например, сбор данных с технологических устройств. С помощью этой технологии упрощаются эти решения. Проект на «Пермских моторах» реализован в рамках соглашения МТС и правительства региона о развитии цифровой экономики края. Ключевыми направлениями станут зоны 5G, проект умного города, а также развитие сети мобильной и фиксированной связи. На это МТС направят более полутора миллиардов рублей. Музей современного искусства «Пермем» закрывает сезон трех своих выставок. В последние дни инсталляции в пятницу, субботу и воскресенье подготовлены специальные программы экскурсий и встреч. Кроме того, музей приготовил специальные события – научпоп-истории, персональные экскурсии и опен-эр-прогулки. И еще немного о погоде. Сегодня в Перми, согласно прогнозам синоптиков, будет солнечно. Столбики термометров продержатся на отметке плюс 13 градусов. Ветер северо-восточный – до 3 метров в секунду. Ночью вновь похолодает до плюс 8 градусов. Пока это все, еще больше новостей на нашем сайте и в наших группах в соцсетях. Продуктивного вам дня. Увидимся. Продолжаем пробуждаться. Вы смотрите РБК Пермь. Через пару минут увидимся. Оставайтесь с нами. Периодически возникают моменты, когда хочется весь мир поставить на паузу, чтобы разобраться в ситуации и разложить все по полочкам. Для этого можно сходить к психологу или посидеть с удочкой на берегу. Но есть более креативный вариант – освоить хобби, которое структурирует все аспекты личности. Нейрографика – это способ управлять своей жизнью. Это возможность разобраться в себе. Это способ построить планы и запрограммировать будущее. Как выглядит нейрографика, давайте посмотрим в нашей новой рубрике. Почему нейрографика нравится новичкам особенно, которые очень хотели рисовать, но всегда боялись начать. И в детском садике, и в школе им говорили, что у них не получается рисовать, что они рисуют некрасиво. А в нейрографике не нужно уметь рисовать. В нейрографике мы не рисуем собачек, кошек или еще что-то. В нейрографике мы прорабатываем свои какие-то ситуации при помощи простейших фигур. Круги, треугольники, квадраты и простая линия. Есть такой алгоритм – алгоритм выявления намерения. Он используется, когда, допустим, человек сам не знает, чего он хочет. И, в общем-то, бывает апатия какая-то, депрессия, там еще что-то. И просто нужно брать и просто вести линию. Линию, конечно, не просто, я имею в виду нейрографическую линию. Вот если посмотреть, да, линия у меня нигде не повторяется на любом участке движения пути. Линия, можно сказать, что она простая. На самом деле она очень особенная, потому что она бионическая, она живая. Где-то эти линии пересекаются. И, в общем-то, да, вот этот вот процесс уже настраивает человека на… Во-первых, человек начинает прислушиваться к себе, человек успокаивается. На каждый рисунок должен быть алгоритм, да, как нужно правильно, с чего начинать, чем закончить. Вообще, в принципе, в нейрографике базовый алгоритм, да, там есть 7 пунктов. И первая и последняя – это тема. Первая тема первоначальная, да, последняя – это тема, то, как теперь человек относится к этой теме. А второй пункт алгоритма – это композиция. То есть композиция как раз-таки в разных алгоритмах, она может меняться, сама композиция. Третий пункт – это сопряжение. Четвертый – интеграция. Это когда вот эту фигуру мы интегрируем с фоном. Дальше идет цвет архетипирования, фиксация. Фиксация – это, ну, как бы мы фиксируем какое-то решение, допустим, да, или, может быть, какой-то инсайт, к чему мы пришли. И вот седьмой – это уже окончательная тема, как мы теперь относимся к первоначальному нашему запросу. Просто я настраиваюсь на рабочую неделю, допустим. Я прорисовала также при помощи нейрографики план на следующую неделю. Я как будто бы уже все вот планирую, да, и, в общем-то, неделя проходит хорошо. То есть буквально в любой ситуации можно ее применять. Это, если взять вот сейчас мои рисунки, это как дневник. Вот если люди пишут, да, ведут дневники, а я также, глядя на рисунок, я помню, о чем я тут рисовала, какая ситуация у меня была. Потому что на обороте рисунка я всегда пишу тема, дату, и, ну, как бы, иногда даже пишу, чем там закончилось, да, когда уже ситуация изменилась. Я иногда даже результат пишу. То есть это вот такой вот своеобразный дневник. Есть еще такое направление нейрографики, это нейроавт. Это работы, которые, так скажем, больше несут эстетическую ценность, да. В любом случае здесь тоже у меня прорисовывалась тема, потому что просто так рисовать круги и линии, ну, невозможно. Все равно задаешь первоначально какую-то тему. Здесь я рисовала мое обучение дальнейшее по нейрографике. Таким образом я как бы планировала мое обучение, хотя я не верила, в общем-то, да, что я буду дальше обучаться на инструктора. Но вот сейчас я обучаюсь на инструкторском курсе. Если брать за пример вот эту работу, здесь использовался алгоритм нейрокомпозиции. Общая тема была я инструктор нейрографики, да. По восходящей у меня была подготовка к курсу пользователей, то есть чтобы мне уже начать обучать людей на курсе пользователей. То есть вот у меня, допустим, я здесь для себя определяю старт, да. Тут у меня даже дата подписана, здесь конечная дата подписана. То есть я как бы моделирую свое будущее, да. Здесь вот у меня, то есть здесь у нас маленькие кружки идут, повторяются. Это те курсы, которые я вела уже с девушками, с группами, да. То есть я буду продолжать их вести. Здесь тоже идет понисходящий, немножечко другая тема. Наверное, здесь, скорее всего, понижение, так скажем, собственной неуверенности в том, что у меня все получится. Ну и здесь тоже треугольник, и треугольник это символизирует как бы, ну какой-то как прорыв, рост. То есть вот эти углы, они целенаправленные, ну как устремленные, да, вот эти углы, они как бы такой вот символизируют рост, какое-то движение. Если круг это гармония, символизирует гармонию, да, кругами мы стараемся сгармонизировать ситуацию, то треугольники это вот такой вот как бы рост. А вообще, в принципе, вот если мне хочется, чтобы мой старт, он был без всяких таких вот срывов, без всего. То есть я рисую кругом, мне хочется, чтобы все прошло хорошо. Если я хочу стабильности, то я рисую квадрат, потому что я хочу, чтобы все-таки вот проведение этих курсов, да, оно было у меня стабильно. Чтобы не только один раз, а чтобы еще потом, и еще, и еще. И вот, значит, я композицию собрала, каждый круг я обозначила для себя, что это такой смысл придала, да, и потом идет связывание вот этими нейрографическими линиями. То есть все у нас взаимосвязано, у нас не бывает отдельно какой-то висящей фигуры, которая не связана с остальными. Ну и фиксация, фиксация, вот у меня, то есть я более жирной линией выделяю фиксацию, что все-таки продвижение мое дальнейшее, да, мне хочется, чтобы оно было. И вот выделяю более жирной линией. Кинематограф – это творчество, которое с каждым годом становится популярней. Совершенствуется график, растет уровень сценарного мастерства, и в целом появляются новые инструменты для того, чтобы удивлять даже самого искушенного зрителя. Согласитесь, что всегда приятно забыть обо всем и пережить вместе с героями их жизненный сюжет. Но выбрать фильм, который будет интересен и полезен, очень сложно. Мы познакомим вас с фильмами, посмотрев которые вы не только получите эмоции, но и вынести уроки, которые пригодятся для вашего бизнеса. Доброе утро! Итак, сегодня мы начнем наш обзор с фильма, который регулярно занимает первые строчки всевозможных списков лучших фильмов всех времен и народов. И это, кстати, не шутка. Кроме того, любопытно, что «Гражданин Кейн» стал фактически дебютным для актера Орсена Уэллса. По сути, весь фильм – это история о том, как журналисты пытаются разобраться в том, кем был умерший главный герой – медиамагнат Чарльз Фостер Кейн. Это история его становления, снятая и написанная выдающимися людьми, работавшими в Голливуде на заре 40-х. Но главное в ленте, пожалуй, то, что снимал ее и играл главную роль человек, не имеющий вообще никакого представления о кинематографе. В наше время такое, скорее всего, было бы невозможно, но тогда это позволило Орсену новаторски подойти к процессу съемок и, по сути, собрать в своем дебюте большинство режиссерских приемов, соединенных при этом с остроумной историей богача, не реализовавшего всех своих амбиций, несмотря на кипучую энергию. Кстати, прототипом главного героя стал Уильям Рэндольф Хёрст, а отсылки к этому фильму можно встретить во множестве современных лент. Например, кто бы мог подумать, но сцена с марширующим оркестром Волки с Уолл-стрит одна из таких отсылок. Поэтому, собственно говоря, для людей, занимающихся бизнесом или только планирующих, гражданин Кейн будет интересен не только историей его создания, но и сюжетом, в центре которого неумолимая энергия Чарльза Кейна, позволяющая ему управлять своим бизнесом и плевать на корпоративные стандарты. «Человек, который изменил все» Если вас отпугивает тема бейсбола, то сразу вас обрадую, бояться не стоит. О цифрах в фильме говорят чаще, чем машут битой. Кроме того, смотреть за тем, как Брэд Питт играет одну из своих лучших ролей и чуть не получает Оскар одно удовольствие. «Какой же нам смысл смотреть этот фильм, Николай, спросите вы?» А я отвечу, не стоит спрашивать, нужно смотреть. Ведь человек, который изменил все, еще и том, как математика и холодный расчет помогают грамотно вести дела и приходить к успеху. Но еще, конечно, это фильм о герое, который находится на своем месте, и все его действия и поступки настолько элегантны, что от просмотра вы очнетесь только на финальных титрах. Очнетесь и подумаете, ммм, окей, а действительно ли мне нравится то, чем я занимаюсь в своей компании или на своей работе? И если нет, ну, в общем, вы поняли. Ну и замыкает сегодняшний список фильм, о котором люди часто говорят, что слышали, но немногие его смотрели. Фильм «В погоне за счастьем» основан на реальных событиях. Да, опять, но это ведь и самое интересное. Он помог Уиллу Смиту получить вторую номинацию на Оскар и мгновенно закрепил за актером статус серьезного и драматического. Итак, суть фильма, как ясные названия, это движение к гармонии и счастью главных героев – отца-одиночки, Криса Гарднера и его маленького сына. Отец еле сводит концы с концами, но это не спасает его и сына от выселения из квартиры. Но Крис не сдается и идет учиться на брокера, чтобы попасть в одну из самых крупных брокерских компаний Сан-Франциско. Но дорога к счастью никогда не бывает легкой, поэтому впереди его ждут полные приключений и грустных событий шесть месяцев неоплачиваемой стажировки. Откровенно говоря, эти шесть месяцев оказываются поворотами для героя, да и для зрителей тоже, потому что авторы демонстрируют нам полную аллюзии душевной теплоты и человеческой стойкости истории человека, который не сдается и, кстати говоря, очень здорово ведет переговоры. Это будет прекрасный момент, когда Крис приедет на собеседование в куртке, испачканной краской. И вот еще интересный факт. Сын Уилла Смита, Джейден Смит, снялся в фильме в роли сына главного героя. Ну и на этой счастливой ноте мы закончим на сегодня. Приятного вам просмотра и хорошего дня. Программа «Отличное утро». Ежедневно мы выходим в эфир сразу после первого сигнала вашего будильника, чтобы помочь вам пробудиться. Остается последний рывок для свершений. Надеемся, вы успели закончить важные дела перед заслуженными выходными. Хорошего вам дня. До понедельника.